Жестко настроенную муки бару Ударом муки, бросков таким, щечком джебный, ну бросков Не пробить Почему? Хоть и считаешь, что надо Маску тела, добросаем его И ловим сам концы От кимы На самом деле, масса тела Вкладывается в тот момент Когда происходит это кимырь То есть практически на поверхности При ударе по голове, скорее всего Это будет накладно Но при ударе по корпусу, нужно отразить кимовый удар Мы должны туда замести Весь вес Вес удар свой Удар максимальный Если же мы щелким кулаком То всегда, поскольку концентрация На поверхности нельзя сконцентрировать И дальше не сконцентрировать Подолжен быть сжат При соприкосновении Усиление этого сжатия И дальше, по транзитам Проходим через муки бару До отбойника Вот Это надо натренировать То есть внос всей массы тела Не бросковки А всей массы тела В итоге Конечно, когда вы натренируетесь Вы будете сбрасывать трубку куда легко Она именно будет концентрироваться там, где надо И не будет терять вот эту вот Знаполненность До самой конца До соприкосновения Бойка-запорника Тренируется это медленно Тренируется это подводящими То есть упражнение Видит толчков То есть мы реально Производим толчок Сейчас я немножко дальше поставлю в камеру Прошу человек подальше Видит толчка Каким образом? Просто следующим образом То есть вы макевару должны Не ударом закладить А для начала Чтобы научиться работать Всей массой тела На самом деле И рукам не работал Работал абсолютно Всей массой тела Если не видно Работать сзади нога Это в отдельных руках Будет показано все Вот Должна вся масса тела Вся масса тела Найти туда Поэтому руку Вроде как из удара Надо выключить Научиться Именно переносом Массы тела За транзитом Проходить боев С помощью работы ног Поэтому мы садимся На заднюю ногу Если мы на переднюю Загружаемся То мы достаём Уже до бойка То есть до конца То надо нам Хотим удалить Вот Теперь я встаю в столе Теперь ухожу На заднюю ногу Вот расстояние выше Я руку просто Разгибаю Разгибаю И теперь просто переносом Масса тела Не наклоняется Вперёд А переходя Со одной ноги На другую Я нажимаю На боёк И происходит Это сам толчок Сначала Лучше делать Медленно Для того чтобы Правильно почувствовать Работу задней ноги Спины И пресса Которые стабилизируют Всё это ударное звено Рука и звена Как я сказал В будущем Не рукой не добивая А массой тела Рука является только Транспортным средством Которые доставляют Наш приём До конечной цели Вот поставили И начинаем То есть Вот отсюда Даже ввести Вот отсюда Корпус бьёт Не наклоняется Чем вы медленнее Это делать Тем лучше проработаете Те мышцы Которые стабилизируют Игра на звено Быстрее Импульс почувствуйте Толчка задней ноги Другая часть То есть Удар не включен Работает Исключительное тело Именно тело Включение массы Тела в удар И создание Жёсткой трансмиссии Чтобы не было Этой амортизации В спине Вот этой В плече Вот такой вот Не было никаких Ни наклонов Чтобы задняя нога Жёстко стояла На полу И позволяет В единый момент Вот этого Проникновения От ударяемой поверхности И до конечной цели И пройти Это расстояние Состояние Железной статуры Чугунной В этот момент Когда человек Сприкасается С бойком Тело становится Чугунной И оно едет Прямо нарез И заезжает Как удар Тарану Стоит появиться Гемотематизация Которую чаще всего Дает именно рука Которая Либо запаздывает То есть Тело выстрелило А вот это Вот так Или на прошлую руку Выстреливает Тело идёт Или концентрация В точке На поверхности Они сжирают Съедают Всю мощь приёма А как раз С этого момента Когда касание происходит Приёмы начинают развиваться В этот момент Работает Тело Максимально Масса тела Переносится В приём В приём В удар И пролетает Транзитом Через ударяем И приносится До конечной цели До отбойника В данном случае То есть Таким образом Толчком Вроде плавно Можно Человека Сбить Который Весит 200 кг Потому Потому что В данном случае Макевар На 200 кг Чтобы добить Видите Сколько От этого толчка От импульса Тело Входит сюда То есть Боёк ударяет В отбойник Не просто Касается его А бьёт по нему То есть Остаточная сила После преодолевания Сопротивления Бойка Остаётся ещё Очень Очень большая Вот В таком ключе В виде толчков И нарабатывается Вложение Массы тела В удар Когда рука выпручена Вы Вкладываете только Массу Если же Не делать упражнения Подводящих А сразу Начинать с ударной техники В большинстве случаев В 99 Адепт Который Сейчас Воевать Макивар Он закладывает В силу руку Он этого может и не хочет Он прекрасно понимает Что работать надо всем На своём теле Ногами Но будет бить руками И проявится это в том Что у него будут Устанут очень быстро руки При работе на Макиваре И плечи Потому что он будет Дожимать Силы мышц рук Всё это дело На самом деле При работе на Макиваре Руки Не устают вообще Устают При работе на Макиваре Ноги Которые обеспечивают Инпульс И перенос Центр тяжести Но это при том условии Что мы работаем Постановку То есть Пробивную мощь удара Если мы занимаемся Набивкой Можно массу тела Особую Никуда не переносить Можно ротировать Её на месте Можно Её Поступать на движение На микро-микро-микро-микро-микро Вот Для набивки Это достаточно Для того, чтобы удар Заносить мощь Да На всю Ну Глубину снаряда Нужно В другом ключе Раме Вот И там Работает прежде всего Шпина Ноги Тресс То есть То, что стабилизирует ударные звена Руки на начальном этапе При работе На постановке Силы удара Надо подключать То есть Работать На прямой руке Всего Спасибо За внимание Редактор субтитров Редактор субтитров